Ну а сейчас продолжайте смотреть, я вам покажу следующие мои приобретения, которые у меня были вот за последнее время, вы видите, сейчас у меня лежат здесь два чехла для телефона, первый я хотела бы показать вот этот, я заказывала их на самом деле один, вот, который сейчас на телефоне на Алиэкспресс, на ebay, да, вот на китайских сайтах есть, к сожалению, в Греции у нас таких нет, но сейчас я к нему перейду и расскажу про его минусы. А вот такой силиконовый чехол, прозрачный, там, кстати, с этой стороны он такой как глянцевый, да, идет гладенький, а здесь он как будто такой шершавый, то есть, чтобы не, ну, приятно соприкасался, как сказать, с телефоном изнутри и не скользил, никуда не смещался. Этот кейс, он тоже существует на китайских сайтах, стоит буквально копейки, вот, копейки, вот, правда, там, евро-два, вот, где-то три максимум. Но я заказала здесь у нас в Греции, то есть, с обычного магазина, и обошелся он мне где-то, ну, примерно 12 евро. Да, кстати, классное качество, такой розовый, да, здесь под краям. А единственный минус, сразу скажу, что вообще, в принципе, вот этих вот чехлов, которые прозрачные, силиконовые, то, что они со временем начинают, конечно, желтеть. Вот сейчас на камеру это не видно, но если я, как бы, ну, так вот это двину, да, немножко, по крайней мере, вживую, я уже начинаю замечать, что он начинает, как будто, такой, мутнеть, желтеть немножко. Но это, конечно, понятно, это от солнца, и, ну, в принципе, срок его действия небольшой, не за счет того, что с ним что-то случится, с таким чехлом, а вот именно из-за желтизны, то есть, пропадает его вот эта вот красота вот сама такая. Вообще, чехол безумно красивый. Ну, и следующий чехол, который я заказала, я заказывала с ebay, как я уже сказала, они есть и на алиэкспресс очень-очень много их. Это вот такой вот чехол, который идет вот с таким колечком, на который у нас, в принципе, прикреплены брелки. Ой, что-то они у меня запутались, вот сейчас распутаю. А, кстати, вот эти вот брелки сейчас очень-очень модные, очень такие прям, ну, красота, знаете, вот такие детали, они дают вам вот какой-то ваш стиль, да, как бы, то есть, из аксессуаров наш стиль как бы и складывается. Безумно красивые. Это, кстати, мех кролика, если я не ошибаюсь, внутри вот там как раз-таки прощупывается такая твердая кожа, то есть, это точно не материал просто, не ткань. И сам мех. Мех, вот этот помпон, он очень классно сделан, он настолько мягкий, и из него вообще вот эти волоски не вылазят, не осыпаются, то есть, и даже он не пачкается. Хотя ношу я его уже достаточное время. А дальше идет вот такая кисточка. Кисточка, вот я, кстати, вот этой кисточкой не могу сказать, что я довольна ею на 100%, ну, процентов 80, но я ей довольна, потому что она мне очень нравится, она красиво подходит под мой телефон, под вот этот помпон тоже. Классно сочетается, тоже в таком же розовом цвете, в светло-розовом, такой зефирный цвет. Единственное, мне не нравится то, что она была вот такая прямая, но со временем она начинает вот так как бы распушилась, да, она, в общем, у меня. И вот здесь вот, то, что они вот эти вот, как бы веревочки, полосочки вот эти, они раскрылись. И то есть, если где-то соприкасается, где-то я кладу просто телефон, то он начинает вот здесь немножко пачкаться. Ну, а так, в принципе, мне кажется, очень-очень мило смотрится. Еще минус, классно то, что хорошо, да, налазит на телефон, защищает от царапин, то есть от всего, что нужно защищает, это, конечно, все. Но минусы, смотрите, здесь начинает, так как он пластиковый уже, здесь вот идут почему-то вот такие трещины, да, как сколы прям начинают образовываться. Видно, да, вот здесь вот прям сильно, и оно идет дальше и дальше. Я вот боюсь, что оно скоро у меня просто-напросто отвалится, вот эти вот половины, поэтому я вот за это переживаю. Но я, так как мне очень нравятся вот эти вот брелочки здесь, я планирую, если у меня, конечно, получится, потому что вот эта вот штука здесь приклеена каким-то образом, я планирую попросить мужа вот это вот все отклеить, если у нас, повторяюсь, опять получится, и просто приклеить вот на вот этот чехол, так как он, в принципе, по цвету мне тоже подходит под эти брелочки. Кстати, есть такие брелки, которые как на колечке, да, но я, не знаю, то ли я не нашла, то ли у меня на карте денег не хватило, я вот что-то не помню, какие-то копейки были, в общем, не помню почему, но я или кисточка мне там с помпончиком как-то не понравилась, в общем, почему-то я вот этот вот именно взяла, а вообще есть они как брелки цепляются, конечно. А тоже в Греции у нас нет таких чехлов вот с такими брелками, есть либо один помпон, но кисточку вообще я не видела, единственное, кисточки продаются отдельно, по-моему, в H&M, то есть, когда я туда попаду, либо я буду делать какой-то заказ, то я обязательно закажу себе еще вот такие кисточки, так что, да, планирую, конечно, сюда это все переделать, а может быть и не буду ничего переделывать, я закажу себе просто новые такие чехлы и, наверное, возьму все-таки с силиконовой, с силиконовой вот этой вот самой оболочкой. Девчонки, скажите, если вы смотрите, если вы любите также чехлы, да, какие-то, ну, не супер броски, а какие вы предпочитаете, вот именно пластик, чтобы был, либо вот силикон? Я почему-то все-таки силиконовые предпочитаю, их мне кажется как-то приятнее держать в руках, и то есть у меня появляется больше уверенности, что она, телефон у меня просто не выскользнет из рук. Ну, вы видите, да, вот что вот сейчас как бы так незаметно, но если смотреть, то видно вот эти вот прям трещины идут, они как бы не трещины, а вот такие вот внутренние трещины. Ну и дальше так же с китайского сайта я заказала себе вот такую вот кисточку, наверное, да, многие уже точно ее знают, что за кисть, вообще реплика на какую кисточку, это либо на овальную кисть, либо овау-браш, да, от Кайлин. Да, овальные кисти, я, кстати, вот не думала, что они настолько удобные, я не стала себе, пока что еще не заказывала себе оригинал, хотя я планирую все-таки, наверное, заказать, если я найду где-то скидку, потому что я решила сначала взять вот эту вот дешевенькую из китайского сайта и посмотреть, нужна ли она мне, либо не нужна и не стоит вообще на своих денег, потому что эти кисточки оригинальные, они не дешевые. Я попробовала ею наносить макияж и тональную основу, и сухие, да, компактные, то есть основы, то есть и бронзер, и пудру, то есть и румяна, и хайлайтер, я все ею попробовала, даже контурировала себе нос этой кисточкой. Расскажу вам более подробно про эту кисточку и как она в работе, и покажу, как она в работе себя ведет с тональной основой, наверное, в моем следующем видео, так что подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить и узнать мое мнение, и вообще посмотреть ее в действии. Но она классная, она супер набитая, она очень мягкая, с нее не лезет вообще ни один волосок. То есть для меня это прям какая-то находка и мой фаворит получился. Но еще одна посылочка, которая мне буквально вот сегодня пришла, это у меня кисти. Тоже с китайского сайта, с Алиэкспресс, эти кисти, это, знаете, кисти наподобие Зоева. Я еще, видите, не открывала, я только сегодня забрала с почты. Давайте откроем, посмотрим. Из кистей Зоева у меня есть всего лишь одна кисть для бровей. Она, ну окей, она не супер классная, не могу сказать, что она прям безумно мне понравилась. Но она, да, хорошая для сухих, для таких, для теней, да, для бровей. Она хорошо подходит. Единственное, она немножко вроде как большевата для меня. И прежде чем покупать полностью хороший, настоящий набор Зоева, потому что я все-таки хотела бы попробовать, но один блогер коллаборирует с Зоевой кистями и выпускает скоро свой набор для глаз. Так что я все-таки, наверное, дождусь от нее, потому что я люблю этого блогера. Сначала как же хотя бы реплика, да, вот эти вот на Зоева. Хотя, судя по фотографиям на сайте, на китайском, выглядят они очень-очень прилично. Если честно, обзоры я еще не смотрела даже, потому что я, ну как, на некоторые продукты я просто хочу сама их сначала попробовать, а потом уже сравнить с другими девчонками, кто пробовал, чтобы меня просто не сбивали с толку. Открыла, я сейчас разрезала. Упаковано, кстати, очень классно, то есть один пакет, второй вот такой, который с пупырками не бьющийся, да, для безопасности. И вот здесь еще один пакет, который тоже я сейчас разрежу просто-напросто. Упаковано, кстати, да, прям отлично, качественно, можно сказать. Я раскрыла этот пакет, да, вот здесь, как вы видите, косметичка, все как в Зоево, правильно все идет. Я не знаю, на самом деле, насколько верно цвет, вот как у настоящих Зоево, потому что у меня просто нет самой косметички, здесь вот такой брелочек. Когда я достала только вот эту косметичку с кисточками, безумно пошел такой неприятный запах краски какой-то искусственной кожи, то есть очень противно, я очень надеюсь, что он выветрится скоро. Сделано, как вы видите, все хорошо, добротненько открываем, да, вместе, и достаем, здесь идет в таком мешочке, сами кисти. Сама косметичка внутри выглядит, ну, достаточно нормально, я бы сказала, немножко неровный шов там, но ничего страшного, и здесь написано Color Love Makeup, то есть, ну, полный такой закос, да, и достаем сейчас сами кисти. Я как раз достала свою оригинальную кисть Зоево, которая для бровей под номером 322, Броу Лайн называется, то есть вот так она выглядит, она у меня не совсем чистая, потому что она у меня сейчас в использовании. И давайте сравним как раз, потому что здесь вроде бы должна быть кисть для бровей. Сколько здесь кисточек, давайте посчитаем, сразу вот так они выглядят. Каждая кисть еще даже упакованная в отдельный свой чехольчик, ну, не чехольчик, а такой пакетик. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать кистей. Ну, я считаю, что за двенадцать кистей двадцать пять, двадцать три евро, или сколько вот как-то так стоило, мне кажется, это вполне себе такая хорошая цена. Так, нахожу кисть для бровей, то есть вот она, снимаю этот мешочек. Так, давайте сравниваем номер триста двадцать два, здесь номер триста двадцать два, оригинальная кисть у меня вот эта верхняя, да, идет. Итак, что мы видим? По длине, по длине оригинальная кисть, вы видите, она намного короче. Далее отличается, вот я сейчас вижу, отличается, конечно, по цвету, сами вот эти насадки. То есть, которая оригинальная, она как-то более желтая идет, такая более как-то бронзовая. Эта же она более как-то такая золото-красная, то есть немножко, конечно, даже, наверное, в желтый что-ли больше отдает. Не знаю, ну, как-то отличается, видите, да? Даже при моем свете видно, что они разные, даже вот сами насадки отличаются. Ну, и, естественно, название тоже как бы на разном уровне. Итак, дальше, по ширине давайте сравним. По ширине кисточка тоже, которая не оригинальная, она немножко шире. Насчет ворса. Ворс у не оригинала тоже, как вы видите, выше. Я надеюсь, это хорошо сейчас видно, но, по крайней мере, вот кисть не оригинальная, где заканчивается, и вот оригинал. То есть, немножко больше. То есть, опять же, мне кажется, вот эта кисть мне абсолютно не подойдет. Единственное, может быть, для сухой подводки, когда я буду прорисовать ресничный край. Насчет качества ворса. Качество ворса абсолютно-абсолютно идентичное оригиналу. То есть, с качеством хорошо. Давайте сейчас все кисточки открою и пробежимся, да, по ним. Итак, я открыла уже, освободила, да, все кисточки от мешочков. Как видно, здесь в наборе, так, 2-4 кисти идут вот с такими чехлами. Хотя они большие. Ну, наверное, одна, то есть, неправильно одетая. Но все равно, как бы, на некоторые они то, что надеты, но они большие. То есть, я их сразу выкидываю, они мне не нужны. То есть, я ими не пользуюсь даже. А кисти, кстати, тоже, они выглядят очень красиво. Хотя здесь даже они по цвету, почему-то, с одного набора. Но все равно по цвету они почему-то отличаются. То есть, смотрите, вот это более как-то цвет похож на оригинальный. Видно, да, вот это вот оригинал. То есть, более так схожий. Вот эти другие, они более золотые идут. Я не знаю, в одном наборе, но разным цветом покрашены. Кисти пахнут безумно, безумно пахнут сейчас краской. Да, и ворс, и сами ручки. То есть, такой, знаете, свеженькой краской. Я надеюсь, они у меня проветрятся и перестанут пахнуть. Но я, конечно, расскажу об этом в моих дальнейших видео. И здесь кисти 325. То есть, здесь для бровей, для хайлайтера. То есть, высветлить бровь. Для контура глаза. Кисть-карандаш. То есть, здесь разные-разные. Давайте я, наверное, оставлю вам все названия вот этих кистей в инфобоксе, по номерам. Как это все с номерами, да. И сама тоже, наверное, перепроверю с оригиналом, насколько соответствуют кисти оригиналу. А также я посмотрю их в работе. И, наверное, может быть, отдельный обзор, либо в макияже покажу, либо обзор отдельно на них сниму. Потому что сейчас это, ну как бы у меня еще нет своего мнения о них. Хочу сразу сказать, что кисточки очень мягкие. Синтетический ворс. Вот это вот, я не знаю, мне кажется, что похож вроде как на натуральный ворс. Потому что некоторые кисти здесь вот прям синтетические. Вот эти, я не знаю, либо, ну похож на натуральный, но я не знаю, что это за ворс, если честно. Есть очень тонюсенькая кисточка для подводки. Ой, она, знаете, она прям тонюсенькая-тонюсенькая, упругая и маленькая. Мне кажется, вот она мне как раз-таки для бровей и, скорее всего, и подойдет. Потому что я именно искала для бровей вот такую малютку. Дальше какая-то скошенная кисть, растушевочные кисточки. Вот здесь несколько я вижу. Для нижнего века как раз вот у меня кисти подойдут. И, в общем, первое впечатление мое, ну, наверное, 50 на 50. Разнообразие кистей, цена хорошая, достойная. Качество, как я вижу, тоже хорошее. Вот я сейчас тяну волоски, не вылазают. После мытья кистей я не знаю, как это все будет выглядеть. Кстати, на каждой кисточке тоже есть логотип как раз Зоева. То есть везде и название, и номера, и вот здесь вот все надписи, да, то, что должно быть. В общем, да, если у кого такие были, кто такие заказывал, напишите мне ваше мнение. И как вы относитесь к репликам каких-то знаменитых кистей, да, в данном случае Зоева. По крайней мере, я брала, вот у меня есть просто опыт и оригиналов, и реплик. Это Real Techniques. Качество хорошее, и у тех, у тех идентичны абсолютно. Единственное, в ручках, вот в самих ручках вот этих есть, да, отличия были. Ну, как бы вы не смертельно, просто разные чуть-чуть качеством. Хотя все кисти все равно не производятся в Китае. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если вам понравилось, ставьте мне пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. Не забывайте также, не забывайте следить за мной в Инстаграме. Инстаграм мой Карина Попак. С вами обращаюсь. Всем пока-пока и до новых встреч.